поставил первый памятник царю, в данном случае Ивану Грозному. Но это маленький штрих. Ради этого финансирования они пришли хлопотать к Владимиру Владимировичу. Здравствуйте, дорогие друзья! Снова на Ленинградском интернет-целевидении программа «По левому краю» и снова мы разбираем наиболее актуальные, на мой взгляд, новости, поступившие к нам за последнее время, за последнюю неделю. Может быть, чуть больший период. Первое, от чего хотелось бы оттолкнуться, собственно говоря, о чем уже нашумели наши массовые средства информации, это о том, что Государственная Дума переписала-таки закон о выборах президента Российской Федерации. Приняты поправки, их там целый перечень, но на самом деле перечень весь можно отбросить. Я думаю, прекрасно понятно, что основная и самая главная поправка, а вся остальная мишура только украшает ее, это перенос выборов президента в следующем году с 11 марта на 18 марта. Для чего это сделано? 18 марта следующего года, как и 18 марта прошедшего, недавно, месяц назад, будет отмечаться годовщина референдума в Крыму. О том, чтобы присоединиться, либо не присоединяться, тогда было решено присоединиться к Российской Федерации. Понятно, что это такой очень сильный информационный повод, к которому можно будет подвесить очень многое. На такой подвешенный красивый информационный крючок собственно говоря, пристегивание выборов президента позволяет команде провласти, при власти вернее, сделать очень и очень многое. Ну, я сейчас буду фантазировать, наверное, все это мы увидим в марте следующего года, накануне выборов. Как раз где-то, наверное, за неделю до выборов начнется массовый рассказ о том, как это было, очередная демонстрация уже существующего фильма «Крым. Путь домой». Я думаю, будет снят еще какой-нибудь там супер-пупер. Мы узнаем, что тот же самый Владимир Владимирович лично под покровом ночи приезжал в Крым, там еще когда он был под железной пятой украинских националистов, ну и так далее, и так далее. Фантазировать сейчас можно много, но сам факт, что, скорее всего, вот к выборам будет эта тема активно-активно раскручена, будет педалироваться, будут новые детали. Владимир Владимирович будет открываться нам со всех новых там каких только можно сторон. Это плюс к тому, что летал на истребителе, там, я не знаю, руководил стерхами, погружался под воду, вылавливал амфору, и так далее, и так далее, и так далее. Мы еще увидим, ну вот, просто отца народов, собирателя земель русских. Вот это вот, собственно говоря, главный смысл переноса президентских выборов на неделю. То, что там было обосновано, ну, даже смешно. Там авторы законопроекта, если я ничего не путаю, сказали, что не очень удачное время, 11 марта это слишком рано. Их спросили, а почему, собственно говоря, слишком рано? Ответ последовал замечательно. Я так думаю. И вот это, я так думаю, поддержало большинство подавляющих депутатов Государственной Думы. И вот здесь хотелось бы перейти к следующему информационному поводу, увязанных общей цепочкой депутатов Государственной Думы. А именно, вот это вот большинство, которое поддержало, оно складывается, как известно, из конституционного большинства партии власти «Единая Россия». И трех оппозиционных, как считается, в не очень просветленных кругах избирателей, трех оппозиционных партий, которые, вот вроде бы как, оппонируют партии власти. Тем не менее, как выяснилось, вот в исследованиях фонда ИСЭПИ, а также Центра содействия законотворчеству, недавно они провели рейтинг, привели рейтинг законотворцев, исследовав уже работу избранного в сентябре прошлого года состава депутатов Государственной Думы. И выяснилось, что подавляющее большинство законопроектов, львиная их доля, принимается не только конституционным большинством «Единой России», но и при поддержке так называемых номинальных оппозиционных партий в Государственной Думе, которые, как ожидали некоторые эксперты после выборов, должны были бы, наоборот, демонстрировать свою оппозиционность. Почему? Потому что в условиях, когда «Единая Россия» заполучила конституционное большинство, а что это значит? Что любой законопроект, даже касающийся изменений в Конституцию, требующий две трети, не менее двух третей состава депутатского корпуса, «Единая Россия» может провести голосами своих адептов, представителей фракции в Государственной Думе. Это полностью нивелирует влияние так называемых оппозиционеров в Государственной Думе и позволяет им выступать с самой жесточайшей критикой, голосовать, ну как душа, бог на душу положит. И при этом никак они не будут влиять на законотворческий процесс, ну только что разве шуметь. И поэтому многие эксперты полагали, что именно вот эта шумность будет теперь основной как бы такой характеристикой оппозиционеров, как то КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. Однако выяснилось, что большинство принципиальных законопроектов принимается в Государственной Думе без какого-либо сучка и задоринки голосами не только «Единой России», но и всех этих якобы не представителей партии власти. Именно вот это единодушие и говорит о том, что когда мы называли перед выборами все эти четыре партии партиями власти, то есть основная партия власти и три ее помощника, собственно говоря, так оно и есть. Так и сложилось, и эта ситуация только разрастается. Приведу еще один пример. Он чуть ранее к нам поступил, тем не менее не так давно, по-моему, порядка полутора недель назад думская оппозиция обратилась к Владимиру Владимировичу Путину с просьбой отменить муниципальный фильтр на выборах глав регионов. Думская оппозиция имеется в виду опять же КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР. Вот эти три партии, их представители в Государственной Думе обратились к президенту по поводу муниципального фильтра. Напомню, муниципальный фильтр предусматривает, что выдвижение претендентов на выборах глав регионов, губернаторов или мэр столицы, субъектов федерации руководителей, они выбираются не просто так, а сначала должны собрать подписи в свою поддержку, но не избиратели, как казалось бы, а муниципалов данного субъекта федерации. Скажем, в Москве и Санкт-Петербурге это должны быть представители не менее двух третей представителей муниципалитетов всего города. Сразу же скажу, в северной столице таких муниципалитетов 111, вот, собственно говоря, от двух третей этих муниципальных образований должны быть собраны подписи претендентам. Только тогда он может рассчитывать попасть в число зарегистрированных кандидатов на пост губернатора, в данном случае, северной столицы. Этот муниципальный фильтр, собственно говоря, и просит отменить думская оппозиция. Казалось бы, действительно, вполне справедливое требование и полностью в духе демократии. А нет. При ближайшем рассмотрении просьба наших номинальных или как это, номинальных оппозиционеров выглядит не так демократично. Оказывается, они просят отменить муниципальный фильтр только для себя, а именно для тех, кто имеет представительство в Государственной Думе, для тех партий. То есть, для трех оппозиционных. Понятно, что большинство муниципалов присутствует в единой, состоит, простите, в единой России, соответственно, у единой России с этим проблем никогда не возникало. Более того, могу сказать, что на тех же выборах мэра Москвы прошлых или же на последних выборах губернатора Санкт-Петербурга муниципальные депутаты от единой России с удовольствием, а точнее после поступления определенной команды ставили подписи за кандидатов в Питере от КПРФ, а в Москве не более-не менее, как за господина Навального. Только благодаря поддержке муниципалов от единой России эти кандидаты смогли баллотироваться в первом случае в губернаторы Санкт-Петербурга, во втором в мэры столицы нашей Родины. И вот без этого фильтра хотят теперь выдвигаться именно парламентские партии. На мой взгляд, понятно, что фильтр на сегодняшний день, во-первых, мешает целому ряду действительно оппозиционных политиков, и выборы опять же в той же северной столице показали, что муниципалы даже номинально оппозиционных партий, своей же родной партии на тот момент «Справедливие России», например, отказались поддерживать выдвижение на претендента губернатора Оксаны Геннадьми Дмитриевой, которая, собственно говоря, с этой идеей начала закидывать город задолго до выборов. А нет, не пустили. Зато с успехом муниципалы от «Единой России» поддержали выдвижение кандидатки от КПРФ. Но как в такой ситуации парламентским партиям при муниципальном фильтре не просто договариваться с Кремлем, но договариваться со своими спонсорами, потому что прекрасно становится видно, кто на самом деле регулирует это выдвижение и с кем претенденты должны договариваться. Вот эта ситуация, скорее всего, и не устраивает господ номинальных оппозиционеров в Государственной Думе. А уж кого они пытаются проводить, когда им удается выдвинуть в исполнительную власть своих претендентов, мы уже не раз наблюдали. На примере той же КПРФ мы помним, что губернатором Орловской области от КПРФ в свое время стал господин Потомский. Я помню, как сначала он избрался здесь, в Ленинградской области, до этого в партии Зюганова такой активист не был замечен, но незадолго до выборов он развил большую активность, попал в список претендентов на мандат депутата законодательного собрания Ленинградской области и успешно на проходном месте стал депутатом. Потом его же неожиданно ленинградские зюгановцы выдвинули в Государственную Думу, он опять же был на проходном месте, стал депутатом, а потом решил замахнуться на исполнительную власть. Чем теперь занимается красный в кавычках губернатор, который пришел по ступенькам КПРФ в исполнительную власть, мы знаем. недавно на всю страну отшумела история, как этот первый красный не первый, прошу прощения, далеко не первый красный губернатор поставил впервые в России современной, новейшей истории современной России поставил первый памятник царю. В данном случае Ивану Грозному, но довольно показательно. Вот такие вот у нас номинальные оппозиционеры, которые в судьбоносных вопросах активно поддерживают партию власти, за что, собственно говоря, и вправе, наверное, действительно просить, а может быть где-то даже требовать для себя определенных дивидендов, снисхождения и поблажек от президента, чем они, собственно говоря, и занимаются. Напомню, кстати, сразу после выборов в сентябре прошлого года избравшиеся в Думу партии представители их, лидеры пришли на прием президента Владимира Владимировича. И первое, что они попросили, нет, не выступили с предложениями о реализации тех пунктов предвыборных программ, с которыми они шли на выборы, за которые проголосовали избиратели. Нет, они стали хлопотать за себя любимых, за финансирование из государственной казны партий думских, которые заполучили те или иные места. Дело в том, что представительство так называемой позиции в Думе сократилось, соответственно, упало и финансирование. Вот ради этого финансирования они пришли хлопотать к Владимиру Владимировичу. Если кто-то думает, что будет иначе, они жестоко ошибаются. Ну, а мы будем смотреть дальше, как будет разворачиваться вся эта ситуация, ну и, естественно, с президентскими выборами, которые все ближе, и под них уже начинает работать практически вся агитационная, пропагандистская, да и административная машина, как партии власти, так и ее филиалов. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok